Торнадо Энерджи! Эксклюзивный командир с навыком шестое чувство и умениями ремонта мастер на все руки. Танковый премиум аккаунт, новую медаль, новую эмблему, 10 сдачных с 5 опыта и различные расходники. Ссылка в описании. Хоба! Приветствую всех, уважаемые подписчики и новые зрители. Вы на канале Near You и только что вышла новость на официальном портале World of Tanks о том, что Wargaming стартует новый марафон на премиум танк 8 уровня. На этот раз у нас будет французский СТ под названием Bat-Chatillion Barsic. Это 8 уровня СТшка у нас с барабаном на 2 снаряда и уникальным 3D стилем, который будет даваться в течение этого марафона. Давайте я вам сейчас кратко расскажу о том, что из себя вообще представляет этот средний танк, о том, какие задачи у нас тут будут, в принципе, и следует ли вообще потеть на этот танк, потому что в ближайшее время у нас стартует линия фронта, новый сезон, где вы сможете получить новенькую себе акционную СТшку, уникальную, которая сможет тоже там разваливать, а между прочим, это будет тоже у нас французский СТ 8 уровня. И, возможно, они как раз-таки сделали такое переплетение забавно. Итак, марафон стартует у нас 21 февраля в 9 часов по московскому времени и длится он будет до 2 марта в 9 часов по московскому времени. Вот, пройдет игровое событие под названием Погоня за ураганом, по всей видимости. Барсик с французского это переводится как ураган, я не знаю, это лишь мое предположение. И у нас появится возможность получить новый французский среднепремиумный танк Батчатильон Барсик 8 уровня с уникальным трехмерным стилем, в котором будут спрятаны секреты с французским шармом. Тут пишут разработчики, посмотрим, сможете ли вы их раскрыть. Давайте теперь более подробно рассмотрим вот эту вот СТшку у нас французскую. Слово Барсик переводится как внезапный резкий порыв ветра, ну да, по всей видимости это как раз таки ураган. Эти черты в полной мере присущи новому танку быстрому и беспощадному словно ураган. Батчатильон Барсик отличается великолепной мобильностью и быстрым разгоном, а также способностью быстро сменить фланг или зайти в тыл ничего не подозревающему противнику. Итак, рассматриваем тактико-технические характеристики. Здесь у нас всего лишь три члена экипажа. У нас 360 урон с выстрела, 440 фугасик, 190 мм бронепробития основным подкалиберным снарядом, 240 мм у нас голдовым кумулятивным снарядом, 53 мм у нас здесь пробития фугасом. Почему я сказал, что основной подкалибер, а второстепенный снаряд у нас кумулятив? Потому что пушка здесь, как вы сами можете заметить, стоит такая же, которая стоит у нас на EBR 105. И башня у нас тоже от EBR 105, а вот корпус от батчата 12Т, который на 8 уровне и ЛТшка. Скорость максимальная 62 км в час, 1250 хп. Ну, хпшек у нас чуть-чуть меньше, чем у Т-44, то есть на 100 хп меньше, чем у Т-44-100 и на 50 хп меньше, чем у Т-44, учитывая то, что мы здесь картонный француз и у нас есть барабан. Барабан, ну ладно, давайте более подробно рассмотрим пушку. Опа, а смотрите, здесь я уже был не прав. Оказывается, у нас здесь основной снаряд не подкалиберный, а основной снаряд у нас здесь бронебойный, а голдовый как раз-таки подкалиберный. То есть пушка хоть у нас здесь и стоит такая же, которая стоит у нас на EBR 105, но они ее немножко понерфили здесь. Хотя, я бы даже сказал апнули, потому что у нас ББшка, основной тип снаряда, и как для премиумного танка это лучше, потому что здесь у нас нормализация круче, то есть 5 градусов вместо 2 градусов. По сути говоря, пробитие у нас точно такое же, как у М4А1 Револорайз. В некоторых моментах даже будет получше, потому что, как я уже сказал, нормализация. То есть можно сказать, вот пробитие, пушка у нас здесь стоит такая же, как на револьвере. 0,42, разброс на 100 метров, танк очень косой будет, то есть на нем будет реально сложно стрелять с дистанции. И 3,5 секунды времени сведения очень долго сводится. Но, насколько, опять же, я понимаю, учитывая характеристики этой машины, она явно не воюет с дистанцией. То есть это что-то типа у нас вот Батчата 12 или EBR 75 FL10, знаменитого колесника, который тоже давали за марафон на перед прошлой линии фронта. Вот, и когда я говорил, что этот колесник будет гнуть всех, я оказался прав, и он реально гнул всех. По всей видимости, эта машина, она тоже специально дается, чтобы гнуть в линии фронта. Но сейчас мы посмотрим. Перезарядка у нас полного барабана 22 секунды. Если у вас остановлено боевое братство и вентилятор, то где-то 21 секунда будет. А если у вас еще доп. паек, то где-то секунд 20. 2 секунды между снарядами и всего 2 снаряда в барабане. То есть вы за один барабан выдаёте 720 урона, а в минуту вы выдаёте 2160 урона, если я не криво посчитал. 36 снарядов в боекомплекте, примерно как у Батчата 10 уровня. Минус 6 углы вертикальной наводки стандартные, привычные у нас для французов. И 55 градусов в секунду скорость поворота башни. Итогово, по пушке, что мы имеем? Стиль игры на этом танке будет точно такой же, как на EBR 75 FL10. Его главная фишка этого танка в том, что ты, приехав в какую-то позицию, на подкате дал сразу же 2 снаряда в течение 2 секунд по какому-нибудь танку 8 уровня, 6, 7, снял ему половину очков прочности, развернулся и улетел, улепётывать начал. Вот, далее, что ещё нужно сказать? Этот танк пробивается фугасами, насколько видно. Да, у нас здесь бронирование корпуса 40 мм, башня 15 мм, то есть танк пробивается фугасами. ХП у него не так-то много. Обзор у нас 390 метров здесь. Очень зрячий танк. И незаметность у нас здесь будет прям пушка. То есть 19,5% у нас здесь незаметность неподвижной машины. Это без маскировки прокаченной, это без камуфляжа и это без дупайка. То есть где-то около 36-37% у нас будет незаметность этого танка. Это очень круто для СТшки. Вот, по своим ходовым качествам, здесь у нас 62 км в час вперёд, 26 лошадиных сил на тонну отдельную мощность двигателя. Это значит, что мы разгоняемся с места очень быстро, ездим в горку очень быстро и способны крутить даже некоторые лёгкие танки. Короче, машина супер-мега-быстрая и её стиль игры будет примерно таков. Вот ты приехал в позицию, раздал там два снаряда, быстро уехал, перезарядился в какой-нибудь точке, быстро приехал, раздал. И, короче говоря, этот танк будет ловить другие вражеские машины на ошибках. Плюс ещё ко всему он будет офигенно контрить лёгкие танки. Просто офигенно. То есть если лёгкий танк хоть раз подставился, ты ему дал выстрел сразу же в лицо и дал сразу же второй. И ещё главная фишка этого танка в том, что у него 360 урона с выстрела. А значит вы можете размениваться с другими тяжами 8 уровня по альфе и быть в плюсе. А также вы сможете размениваться с другими СТшками, у которых средний альфат 230, 240, 250 урона с выстрела. А у вас урон 360, даже больше, чем у Ленсина. А это круто. Это реально круто. Но тут вы пробиваетесь фугасами, поэтому нужно быть аккуратными. Небольшие габариты и хорошая маскировка позволяют танку буквально подкрадываться к цели оснащённым орудием с магазином заряжения на 2 снаряда. Мощательон Барсик может нанести 720 урона за пару секунд и вихрем мчаться прочь. Да, это круто. Это то, что я говорил. Француз на 2 снаряда в барабане это имба будет. Это будет 100% имба и это будет офигенно. Давайте посмотрим 3D стиль. Здесь у нас, я так понимаю, это снежный Барс, такой, который у нас был на СУ-130ПМ. Просто белый обычный стиль. Он, я бы даже не сказал, что там супер 3D какой-то, скорее просто вот, ну, нацепили тут всякие у нас разные декалечки. Стилистические детали напомнят вам о победе Франции в крупных спортивных событиях 1998 года. Теперь, ребята, кратко рассмотрим различные этапы для того, чтобы пройти этот марафон. Естественно, на усердие вы можете выполнять с 6 уровня по 10, просто набивая опыт. За первый уровень вам дают 2000, вам нужно набить чистого опыта, за последние 50 тысяч. Вот, также, также, что еще нужно сказать? Нам, нас интересуют задачи на мастерство, потому что это, по идее, более быстрый, но более сложный путь для того, чтобы взять этого ураганчика. Первый этап у нас здесь, 2800 урона за бой, попасть в топ-3 своей команды по опыту только на технике 10 уровня. Ого! То есть на девятках уже нельзя делать марафон. Вот это интересно. 5000 урона, ой, не 5000, два раза заработать минимум 800 единиц чистого опыта, опять же, только на технике 10 уровня. И, насколько я понимаю, здесь все чисто техника 10 уровня. То есть на девятках они убрали возможность быстро делать этот марафон, и это печально. Это сейчас, значит, марафон будет еще более сложный. Ладно, первый, второй этап, в принципе, простой. Нанести минимум 4300 урона за бой, это тоже можно взять какую-нибудь имбу, спокойно сделать это. Пять раз занять первое место по опыту в своей команде. Ну, в принципе, да, реально, но долговатое задание, где-то около часа нужно будет его делать. Пятый этап, 7 раз нанести минимум 4300 урона, это просто, это тоже где-то час, просто 7 боев сыграть, где-нибудь запотеть очень сильно. Но это я как для себя говорю, для статиста. Шестой этап очень сложный. 15 раз заработать минимум 850 единиц чистого опыта. Это нужно брать либо ЛТшку какую-нибудь, чисто отсвечивать, стараться наносить много-много урона, либо же, наоборот, брать какого-нибудь супер коня, стоять, танковать в своей бронированной башне от Бортины, и играть от угла вертикальной наводки, и стараться, чтобы вы получали опыт за активные боевые действия. Шестая задача очень сложная. Седьмая задача. 10 раз занять первое место по урону в обеих командах, нанося при этом не менее 3000 урона. Что? Почему такие сложные задачи? То есть на шестом этапе тебе нужно где-то часа 4 потратить, чтобы сделать это задание. На седьмом этапе еще часа 4. На восьмом этапе 10 раз нанести минимум 4500 урона, но это ладно, это попроще. Девятый этап. 20 раз занять первое место в своей команде по опыту. Это еще часов 6 где-то. Офигеть. Это столько времени всрать нужно будет. Так это вообще не на мастерство, это тоже на усердие. Ты быстрее будешь чистый опыт набирать, чем делать эти задания. Десятое. 35 раз занять первое место по урону в своей команде. Да вы что, боролись в Wargaming? У вас 50 тысяч чистого опыта за любое количество боев, а здесь 35 раз первое место по урону в своей команде. Да вы что, мужики? Ну это вообще не прикольно. То есть это задание на часов 8. Только одно задание 8 часов. Девятое задание еще на часов 6. Это 14 часов уже. Седьмое, шестое задание это еще часов 10. Восьмое задание это еще часов 3. То есть у вас 5 этапов, 2 дня нужно играть. Охренеть. За это все вы получаете сразу же экипаж с тремя членами экипажа. Экипаж с тремя членами. Вы поняли. Короче, 3 члена экипажа с перками боевое братство, 3D стиль, 1100 лямов. Здесь кредитов и 10 задач, кстати говоря, на кредиты. Не кредит, а те, как там, боевые резервы на кредиты. Ну короче, стоит ли потеть на этот танк? Я считаю, да, стоит. Он будет жестко имбовать на линии фронта. Точно так же, как примерно колесник. По сути говоря, это колесник в тушке Батчата 12Т, который ездит и разряжает по пол-хп во вражеские танки. Быстро улепетывает. Но будет сложно на нем играть в плане того, что вы тут танковать не можете, поэтому нужно будет пользоваться маскировкой. Как-то так. Машина хорошая, очень интересная и явно лучше, чем то говно, которое нам продают обычно за бабки. То есть танки за марафон, они реально хороши стали. И вот, и мне нравится. Что вы думаете об этом танке, ребят? Не забывайте, пожалуйста, прожимать свои сочные жирные лайки, подписываться на канал. С вами был я, Ниарью. Всем удачи в марафоне и да затратите вы меньше времени на него. Всем пока-пока. Дудэм. Субтитры сделал DimaTorzok